всем привет вы находитесь на канале дмитрий шеф давайте с вами пробежимся по новостному фону на сегодняшний день и в целом на ближайшее время а также посмотрим новостной фон по отдельным бумагам вы находитесь на канале дмитрий шеф обязательно подписывайтесь на этот youtube канал на яндекс чтобы не пропускать новые видео также я в режиме онлайн всегда нахожусь в своем телеграм-канале подписаться на которые пишите на указанную внизу почту внизу экрана чтобы попасть наш закрытый чат где нас большое количество человек уже трейдеров как опытных так новичков где всегда можете так скажем задавать вопросы вот где я выкладываю свое видение на рынок в течение дня если я провожу сделки в режиме онлайн я их выкладывают для сведения здесь не каких-то скажем сигналов я не даю если вы торгуете по чужим сигналом вы сольете свой депозит рано или поздно это факт вот поэтому я показываю как нужно торговать то скажем как определять то скажем уровне покупок продаж вот все это я покажу своем телеграм-канале и более подписка бессрочная очень сейчас дешевая поэтому успевайте подписаться место осталось очень мало и так что главное что является главной новостью на ближайшее время конечно же это предоставление клиентов нерезидентов к нашему рынку акций и открыв непосредственно сайт официальной московской бирже мы видим с вами такую новость московская биржа предоставляет доступ клиентам нерезидентам к рынку акций с 12 сентября 2002 года московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам нерезидентов из стран не являющихся недружественные а также нерезидентам находящиеся под контролем российских и юридических физических лиц а кроме того таким клиентам станет доступно совершение сделок репо с акциями и облигациями и а далее что здесь важно клиенты нерезиденты связанные с недружественными государствами находящиеся под контролем российских юридических и физических лиц могут совершать операции с акциями кроме акций стратегических и ряда иных предприятий указанных в перечне в приложении данному сообщению если мы с вами откроем данные это скажем приложение то мы увидим собственно перечень этих предприятий который на сегодняшний момент у нас оглашён и так вот указан данный перечень в которой входят следующие акции это аэрофлот алросов фскс совком флот газпром роснефть транснефть и втб хочу отметить сразу что здесь не указан не указана такая компания как сбербанк вот это важно для понимания развития возможной ситуации на рынке к 12 сентября хотелось бы сразу же сегодня перед началом торгов обратить внимание на тот фон который у нас происходит по сырью посмотрите вот сюда нефть у нас уже достигла практически 91 рубля 91 доллара за баррель также мы видим что в целом все сырье у нас снижается и особо внимание хотел бы ваши обратить на котировки золото то есть у нас постоянно идет поджатие к уровню 1700 1700 это такой то скажем кардинальный уровень по золоту при пробитии которого золото полетит вниз а это первый заночек такой как предкризисному то скажем явлению поэтому на это нужно обязательно обращать внимание также хотелось бы обратить внимание на рынок американский то есть на американском рынке идет по-прежнему снижение и уже произошло пробитие уровня такого важного 3900 о котором кстати я говорил все предыдущие время когда индекс отказал смп на 4000 практически 400 я говорю что цель по нему 3900 ближайших что собственно мы с вами увидели и а конечно же вот эта новость которая вчера у нас прошла на основании то скажем сообщение московской бирже о том что для нас пришла будут допущены торгам не резиденты обвалила наш рынок в моменте сейчас мы с вами это посмотрим и мы видим что практически четырехдневный отскок вверх мы вчера сливали одной свечой да здесь есть некий такой отскок от данного то скажем уровня вот он у нас этот рейндж был когда предыдущие то скажем разы когда у нас газпром уходил на 300 нас здесь пальцем была раздача после которой мы уходили на низ данного боковика естественно отсюда пошла реакция откуп вот и мы увидели такой некий откуп на данном уровне по индексу мвб вот и отскок по многим акций но хочу отметить что конечно же здесь довольно интересно сейчас картина вот казалось бы индекс должен достаточно неплохо скорректироваться после такого роста я бы не сказал это рост скорее рынок тянули за уши вверх мы вот такие вот выкупы видели неоднократно когда рынок пытались проваливать но его откупали и тянули то скажем насильно можно сказать вот по моим ощущениям вверх мы это видим по хвостам которые оставались внизу каждой свечи так вот как минимум было бы неплохо закрыть перекрыть вот этот вот гэп достаточно большой на основании взлета газпрома касательно дивидендов по газпром пока информации никакой нет все ожидают 30 сентября дата состояние состав дата то скажем проведение государственное собрание акционеров государственное гос а так называемое собрание акционеров на котором будет принято соответственно решение я еще раз повторюсь собрание акционеров не может изменить условия совета директоров предложения света директоров они голосуют либо за либо против и люди которые то скажем говорят о том что где вы могут уменьшить но они просто некомпетентны в этом вопросе собрание акционеров не может уменьшить дивиденды а они могут либо за проголосовать предложение совета директоров либо против два варианта за и против другого у собрания акционеров решения не может быть это должны четко понимать но виду всех обстоятельств конечно же по-прежнему остается по сомнениям газпром и его дальнейшая ближайшая перспектива поэтому мы увидели вчера на данном сообщении московской бирже и пробить это скажем уровня поддержки по газпромом мы провалились практически до 240 это для тех кто говорил что ниже 250 газпром уйти не сможет я говорил не зарекайтесь ребят не зарекайтесь все возможно мы это видели и по предыдущему то скажем ожиданию дивидендов на газпроме когда у нас практически два раза сходили протестировать уровень 210 вот таких до 200 и только потом к собранию акционеров в дате уже понесли нас вверх вот поэтому я бы очень хотел закрытие вот этого гэпа в район 206 все уровни которые я пишу то скажем по бумагам там числе и по газпрому те уровни которые были мне интересны бы чтобы купить его да я пишу своем телеграм канале вот это еще то скажем одна причина подписаться на телеграм чтобы быть в курсе таких технических моментов и самим учиться их определять а не выхватывать то скажем у разных то скажем трейдера там снова блогеров по частичке их то скажем мышление а учиться мыслить самостоятельно вот я всегда за это вот это касаемо газпрома по но опять же смотрите по газпрому газпром входит перечень этих компаний где недели дни резидентов дружественных не будет доступа вот она эта компания газпром вот далее перейдем с вами а к сбербанку довольно интересная противоречивая сейчас информация идет по сбербанку во-первых некие закидывают позитив грех начал так скажем давать некую информацию другой стороны опять же обращу ваше внимание на тот факт что здесь то сбербанка в этом перечне нет а у сбербанка не резидентов в общей сложности состояла 80 процентов в акциях понимаете да 80 процентов и естественно мы вчера увидели реакцию по сбербанку в отношении данной новости она была естественно оправданной но какой здесь положительный момент если мы посмотрим с вами на новостной фон то грех уже начал говорить какие новости то есть сбербанк вышел на прибыльный трек во втором полугодии ожидает положительный финансовый результат то есть во втором полугодии данного года банк выйдет в плюс но за первое полугодие будет минус соответственно говорить о том что дивиденды будут 2023 году за 2022 но уже остается остается так скажем маловероятным потому что ну из чего платят дивиденды конечно из чистой прибыли 50 процентов от чистой прибыли но если соответственно данные результаты будут минимальными какими-то дам то либо заплатят копеечные дивиденды что соответствует текущим допустим котировкам акций да либо в общих в общих не заплатят не заплатят поэтому банковский сектор сейчас если рассматривать то с прицелом ну как минимум как минимум два года то есть большая вероятность того что только в 2020 четвертом году избербанк и втб будут платить дивиденды тем более по втб у нас более таскан пострадавший банк у него большинство активов забыли заморожены за границей поэтому втб как сказал костин по итогам данного года 2022 покажет убыток здесь уже большая вероятность того что в следующем году за две тысячи дострой год дивидендов у втб не будет здесь нужно четко это понимать также греф дает информацию следующую так сбербанк не потребуется до капитализация он в этом смысле садом и достаточным но мы все знаем что прошлом году была получена прибыль в размере 1 и 3 триллиона рублей естественно дивиденды выплачены не были с этой суммы с чистой прибыли и эта сумма покрыла я так понимаю все данные и убытки и резервы и от валют это скажем переоценки и 5 переоценки акций и соответственно и на все резервы так далее сбербанк и выка находится на стадии расцвета сбербанк развитие бизнеса заружен ориентируется на трансляционную модель физическое присутствие расширять не планирует но мы все знаем сами знаем что в бербанк прикрыл своим то скажем заграничные многие офисы вот но а насколько мы с вами помним это составляло допустим в европе дан закрывшиеся офисы всего лишь пять процентов от прибыли сбербанка то есть это небольшая доля которая формировалась формировала прибыль сбербанка вот здесь мы тоже это должны четко понимать поэтому но сбербанк отличие от втб не так сильно пострадал но и выручка чисто это скажем чисто прибыли сбербанка в отличие от втб ну как минимум пять раз превышала у тб по-моему 200 миллиардов было миллиардов чистая прибыль а у сбербанка 1 и 3 триллиона то есть представляете да какая разница вот поэтому пока ну с одной стороны бербанк перспективная компания в прицелом два года вот с другой стороны вот доступ нерезидентов к банку сбербанку я так понимаю будет открыт а так скажем процентов к именно нахождение нерезидентов сбербанке очень большая 80 процентов да и нужно понимать что давление вот до 12 числа и на по сбербанку может быть если же конечно же не начнут откупать здесь у нас как раз таки уровень первые поддержки на который мы вчера пришли и видим отбить а но к вечеру даже это видно по привилегированным акциям у нас все-таки начался началось поджатие вниз то есть скорее всего сегодня мы откроемся гэпом вниз но это привилегирована акция здесь явные есть точки которые на которых можно ожидать данные акции все это я пишу в своем телеграм-канале я там скорее всего буду уже покупать подкупать понемножку данной акции вот но опять же вернемся к внешнему фону это конечно же негатив в преддверии заседания в федеральной резервной службы фрс у нас падает все так скажем все сырье smp 500 америка продолжает падать поэтому давление достаточно серьезная это рецессия которую про которую техническую в сша только будет расширяться и данный кризисное явление будет давить на в целом на мировые рынки как бы того не хотели многие игроки кто говорит что никакой взаимосвязи нет да она действительно не такая серьезная как раньше была в отсутствие нерезидентов но а даже доступ нерезидентов из дружеских стран я думаю для них это будет некий то скажем сигнал и осторожность для входа в рынке развивающиеся в том числе и в наш рынок хотя конечно же котировки сейчас находится на том неплохом уровне и казалось бы они очень привлекательны для инвесторов но ввиду развития и так скажем расширение той экономической и геополитической ситуации которая сейчас происходит в мире я не знаю насколько будет а скажем интерес к покупке у нерезидентов возможно они продолжат сливать наши акции как говорится поживем увидим вот но а если вы опять же повторюсь хотите вместе со мной в режиме онлайн следить за рынком видеть мое видео на рынок режиме онлайн подписывайтесь на телеграм-канал подписывайтесь на яндекс на youtube канал чтобы не пропускать ежедневные выпуски обязательно нажимайте кнопку подписаться ну а с вами был дмитрий шеф всем хороших торгов с вами был дмитрий шеф пока пока